Пятый января исполнилось 110 лет писателю-сатирику, журналисту Жусипу Алтайбаеву. Жусип Алтайбаев родился в 1911 году в Каркоролинском районе Каркоролинской области в семье Чабана. После окончания школы учился в Каркоролинском педагогическом техникуме, некоторое время там же преподавал. Затем продолжил образование в Казахском государственном университете и высшей партийной школе в Москве. В 1953-1960 годах был генеральным директором КАСТАК, главного информационного агентства Казахстана. В 1961 году по 1971 год главный редактор республиканского журнала «Ара Шмель», где обрел популярность в качестве автора сатирических рассказов. Его перу принадлежат множество сатирических рассказов и повестей. Остался в памяти как храбрый, решительный, талантливый мастер острого слова. 15 января исполнилось 85 лет карагандинскому писателю, журналисту, радиоведущему Владимиру Ивановичу Литвинову. Владимир Литвинов родился на Алтае. С 1969 года сотрудник молодежной редакции карагандинской студии телевидения. Литвинов известен прежде всего своей радиопрограммой «Земляки», которая звучала на карагандинском радио в 7 лет. Героями его программы были замечательные люди с интересными судьбами. Он автор автобиографических книг, детских повестей и сборников. Всего у него вышло 25 книг. Герой его книг отличается критическим взглядом, правдолюбием, как и сам Владимир Литвинов. 18 января исполнилось ровно 43 года, как шахтеры караганды добыли на гора миллиардную тонну угля. Она была добута на одной из старейших шахт караганды – Северной. Участники ударной вахты, среди которых было два героя социалистического труда, доставили на гора большой пласт угля, который символизировал миллиардную тонну. На гладкой его стенке было написано «Родине карагандинский миллиард». Сообщения о карагандинском миллиарде были опубликованы на первых страницах всех центральных газет. Это было событие в масштабах всей страны. В этот же день состоялось чествование шахтеров в Адверсе культуры горняков. 33 года назад, 30 января 1988 года, в Караганде открылся областной музей изобразительного искусства. Золотым фондом музея является произведение более 40 заслуженных деятелей искусств и 30 народных художников Казахстана и стран СНГ. Особой гордостью музея является коллекция акварельных работ нашего земляка, народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова. Одним из музейных брендов является коллекция собраний произведений репрессированных художников. Среди них особо выделяется картина Эйферта «Зимняя караганда», написанная в 1943 году. Наряду с выставочной деятельностью музей ведет большую лекционную работу по эстетическому воспитанию школьников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok